математика, она появилась в экономической науке не от хорошей жизни. Если вы возьмёте работу Карла Маркса, который, математика, ничего не понимал, и вся его работа, её можно интерпретировать одной тысячей разных способов. Ходят, бегают марксисты и рассказывают, что да, Маркс тут написал то-то и то-то, но на самом деле нужно его по-другому интерпретировать. Тысячи интерпретаторов, потому что все предсказания Маркса, вообще все провалились, без исключения, бегают марксисты и рассказывают, что ну вот надо понимать по-другому, вот здесь есть такая интерпретация и так дальше. Бегают австрийцы и рассказывают, ну вот, значит, смотрите, вот тут у Ротбарда, у Мизеса ещё у кого-то что-то написано. Вот, и опять же, да, значит, поскольку принципиально не пользуются никакими математическими методами, в общем, понимая, что им нельзя пользоваться математическими методами, да, они всё рассказывают, что нельзя ими пользоваться, потому что поведение человека не предсказанно несказуемо, поэтому математику здесь нельзя использовать. Они не понимают, как используется математика в экономической науке. Они не понимают, что математика — это просто язык, на котором вы объясняете свою логику, и всё. Это не то, что вы пытаетесь рассказать, как будет действовать человек, значит, как он будет, не знаю, нос себе чесать в следующую секунду и так дальше. Да, это просто язык, который описывает значит, вашу логику, значит, вашу последовательность рассуждений и так дальше. Да, и поэтому, естественно, значит, ну, австрийская экономическая школа сегодня наукой, конечно, не является, а является чем-то вроде гомеопатией. Да, значит, ну и так дальше. То есть на самом деле есть много такого рода экономических школ, которые называют себя настоящей экономической наукой, не являются наукой вообще. Есть люди, например, которые до сих пор там буквально, значит, цитируют там Смита и Рикарда и говорят, что вот именно так оно всё и есть. Математика используется не от хорошей жизни. Математика используется просто для того, чтобы, значит, строго и чётко, ну, по крайней мере, в моделях, да, чтобы строго и чётко выразить свою логику, последовательность своих рассуждений, да, чтобы в ней можно было найти какую-то логическую неувязку, несвязку и так дальше. Когда вы от неё отходите и начинаете, ну, знаете, есть такая известная шутка, что нужно физику-экспериментатору для работы? Ему нужен ускоритель за миллиард долларов. А что нужно физику-теоретику для работы? Ему нужен лист бумаги, карандаш и стёрка. А что нужно философу? А философу даже стёрки не нужно. Да, то есть, когда у вас, значит, уходит вот весь этот язык математики, который, на котором можно, да, чётко проверить, что имеет в виду ваш оппонент, найти какие-то логические нестыковки, вот, значит, найти какой-то, значит, кусок его рассуждений, о котором предметно можно говорить, их критиковать, да, у вас начинается вот эта самая философия и толчение воды в ступе. И наука у вас исчезает, да, и начинается вот ну, то, что начинается на букву «Б» и заканчивается на букву «Ж». Вот, значит, математика – это не от хорошей жизни появилось в экономике, а просто для того, чтобы все могли говорить на одном языке и чтобы было, собственно, поле для, значит, обсуждений и рассуждений. В мире набирают обороты неомарксистские течения мысли, налицо падение уровня интеллекта. Продолжение следует... Продолжение следует...